здравствуйте друзья добрый вечер я уже тут двигаюсь сторону дома и подумалось надо к нам еще немножко подежурить тут по америке потому что с одной стороны идет съезд демократической партии вот уже третий день сегодня с другой стороны тут разворачивается такая значит охота за ведьмами там русский след вот ну и с третьей стороны вообще вот что случилось после конференции у республиканцев вообще что происходит интересно что вообще всякая конференция что демократической партии что республиканской одной из задач своих имеет ну как то вот привлечь сторонников апеллировать людям которые не обязательно уже с тобой а просто интересуются пытаются понять есть много людей которые пытаются разобраться что происходит и в целом можно сказать что вот некоторые опросы есть которые говорят что трамп чуть ли не сравнялся там в этих опросах честно мнение с клинтон она его опережала существенно чуть ли не сравнялся то даже где-то там он ее и побил там и так далее то есть такой как бы мгновенный эффект от всяких там этих съездов вот это был один из этих эффектов с другой стороны было очень очень интересная статистика я просто прямо заулыбался когда значит прочитал пишут что поддержка трампом трампа среди необразованных людей там high school и меньше вот выросла среди образованных упала то есть глядя на одно и то же да человек как бы он не искушенный простой вот такой поэтому трампа и называют популистом вот он говорит то что людям нравится слышать а то что допустим то что он не в состоянии этого сделать это уже там где-то уходит на второй на третий на десятый план вот так же как обама с его change change там каждый представляет себе какой-то change а дальше непонятно что происходит вот и здесь то же самое короче значит была как бы такая значит волна подъем некоторый происходил у демократов казалось бы такой монолит сплочения там никто никого не оскорблял там среди делегатов но так как-то если кандидатов более-менее прилично вся шла эта компания так далее хотя сандерс конечно все время жаловался что комитет там демократической партии значит он его притесняет как-то вот его обижает и так далее и вот тут выяснилось что это таки да и есть значит там опубликовали на викиликс значит имейлы упертые из сервера демократической партии комитета демократической партии который показывает что да они как бы вот таки таки да значит не были объективны тут надо сказать безусловно эти люди должны быть объективны по должности им положено тут вопросов нет то же самое как руководство республиканской партии по должности должно относиться достаточно как бы равно удаленно кандидатом республиканской партии но мы знаем что допустим верхушка партии партийная верхушка им нравился рубио вот рубио был их как бы такой любимый кандидат да вот а скажем круз и трамп и там еще кое-какие там кейсик на перне были но мы не знаем в чем там выражались их там приоритеты там и так далее вот как бы в явном виде это на трампа не понесили не повлияло на его ночь там поражение хотя он все время жаловался что его там притесняют и забежают там и так далее но тем не менее это ему там не сильно помешал так вот к чему я говорю что в первый день конференции значит первый день съезда демократического там была некоторая шумиха сторонники сандерса они такие вообще шумные там молодежи много и так они ну так они скандалили но в меру в меру не 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 то чтобы уж они прям совсем там и собственно и и сандерс их там призывал порядку там и так далее все такое но тихонько и такое произошло но вот что я хочу сказать значит совпали два события первое вот этими имейлами украденными значит пошел такой как бы российский след и если вы например следили бы начиная с понедельника или там даже еще до понедельника если бы вы следили за скажем сайтом сен-эн-эн-эн-эн то я извиняюсь не сильно ну да да сен-эн-эн да он такой как более левый сен-эн-эн так там каждый день вот там прямо вот такая громадная шапка там русский след там еще чего-то все это идет в параллель с допинговым значит скандалом который в общем то тоже присутствует и народ интересуется и так далее все это вместе значит там слилось и трамп еще сегодня умудрился вообще так сказать интересно то есть мы понимаем что он просто такой как бы балаганщик но все-таки когда ты на на такой должность претендуешь ты все-таки уже балаганить не может они цирк но но вот подставился он грубо говоря подставился он говорит что вот если там меня в раше слышит он говорит вот я хочу пусть они взломают там сервер госдеповский да вот пусть они там госдеповский сервер вытащит оттуда те 30 тысяч и мейлов которые значит клинтон утерла как якобы личные вот и мы там посмотрим что там такое то что как бы призывает иностранную державу вмешаться уголовным таким преступным способом значит в данные госдепартамент это конечно как бы сказать серьезную карту дать дает демократам для отыграться так сказать и пройтись по нему как следует это это конечно очень очень серьезно все очень серьезным для него может иметь эти серьезные последствия пишут так людям вот но не суть в общем такие вот у нас события происходят и это как бы текущее такое а не текущее состоит в том что чтобы вам не показывали нам всем опросы общественного мнения и их много разных компаний которые эти опросы делают тут на солнышко я пытаюсь подкрутить немножко камер значит все таки система президентских выборов устроена так что каждый штат присылает какое-то количество выборщиков самое самое большое количество выборщиков у калифорнии это 55 человек следующий по размерам я думаю техас там что-нибудь 38 вот такого плана и вот дальше как бы эти выборщики они значит голосуют но в принципе поскольку преференции там того или иного штата они как бы в общем-то известны заранее то можно довольно точно предсказать количество выборщиков которые будут у того кандидата или у этого кандидата и остается там небольшой люфт такой это так называемый swing states такие которые могут не поймешь вот могут туда могут могут сюда вот какая-то такая статистика там есть разные источники которые это показывают одни более подробно анализируют там классифицируют другие менее подробно но смысл сейчас вот чем значит вот на вчерашний день клинтон очень серьезно значит лидирует по количеству выборщиков то есть если допустим завтра в калифорнии появится лишний миллион человек которые скажут что мы вот склонились в сторону трампа например а это никак не скажется на количестве выборщиков которые падут значит будут привязать участие в голосовании в пользу трампа то есть вот они как были так и остались поэтому а в той мере в какой все это происходит равномерно она не влияет совсем ни нашего вообще практически ни на что не влияет а в той мере в какой она происходит точечно в тех штатах которые меняют как бы свою позицию вот допустим раз какой-то штат перешел из категории там красненьких республиканских категории синеньких демократических вот тогда мы имеем какое-то влияние на общий расклад сегодня влияние на общий расклад такой я дословно цифрыки не помню но так что-нибудь у клинтон там тип там 300 с чем-то и 300 и плюс еще немножечко а у трампа там 230 такого плата и есть на всякие букмекерские конторы которые ставки принимают значит по их ставкам что-то 76 процентов идет что победит клинтон и 24 что трамп вот как бы те которые 24 они как бы рискуют то есть они фактически ставят на то что в каких-то штатах вдруг произойдет вот это вот переброска и соответственно победит трамп то есть фактически судьба выборов результаты выборов определяется буквально там в парочке штатов в троечке то в пятерочке максимум где вот вот не поймешь что ли они туда и перепадет то ли сюда перепадет вот там где ровненько вот такие у нас дела дежурство сдал отправляюсь по делам счастливо